Отец Дмитрий, здравствуй. Добрый день. Рад поговорить с тобой на «ты» о том, что интересует современного человека с тем, чтобы узнать, интересует ли это тебя, современного священника. Сегодняшняя тема – забота о здоровье. Ты о здоровье заботишься? Стараюсь, насколько это позволяет время, деньги. А болезни – они разве не от Бога? Я бы сказал так, что ничто из того, что происходит с человеком, не является случайным. Но не всему причиной является Господь. Отсюда можно сделать вывод, что болезни являются ничем иным, как попущением Божиим. Но не Господь является их прямой причиной. То есть, в них можно найти что-то положительное, даже если самого происхождения их положительным не было? Безусловно. Здесь мы должны следовать такому принципу – не спрашивать за что и от кого, а спрашивать почему и для чего. То есть, к чему это меня может привести? А к чему это может привести? Ну, здесь уже человек может сделать различные выводы. Вот это может привести к трагедии человека, если он неверно воспользуется болезнью, как инструментом, который попускается ему Господом для его же спасения, для пользы души. Или же человек может сделать необходимые выводы, например, покаяться, вот если болезнь за какой-то грех была попущена. Вот или же развить ту или иную черту характера, например, Господь попускает человеку болезнь. Как помните, история про праведного Иова. То есть, у Иова было все – были дети, были богатства. Он в мгновение лишается всего, причем заболевает страшной тяжелой болезнью. Но Господь таким образом его испытывает, он его проверяет. И в результате Иов предстает перед Богом еще более оправданным. То есть, он вырабатывает какое-то качество очень положительное в себе. Он остается верным Богу до конца, то есть проверяется его верность. Иов остается верным. И за это, как традиция говорит, он венчается от Бога, восходит в еще большую славу. То есть, ко всему происходящему с нами, в том числе и к болезням, нужно относиться с благим помыслом, с терпением. А вот Иов не обращался к врачам. А насколько я помню, врачи от Бога? Когда мы говорим о том, от Бога тот или иной человек или не от Бога тот или иной человек, мы всегда должны помнить, что у человека всегда есть своя собственная воля. И как человек воспользуется этой волей, такой будет результат. То есть, врач, который обладает специальными знаниями, может использовать эти знания как на пользу человека, так и против, вопреки человеческому здоровью. Если он использует вот эти знания в соответствии с волей Божией, значит, наверное, этот врач от Бога. Если он эти знания использует вопреки воле Божией, наверное, этот врач не от Бога. Правильно ли я понимаю, что если человек заболеет, ты все-таки порекомендуешь ему сперва идти к врачам, ну, к хорошим, а не в храм? Я бы советовал ему делать и первое, и второе одновременно. То есть, человек должен использовать все традиционные методы. Для нас, как православных христиан, традиционный метод, во-первых, это молитва, а во-вторых, это использование средств традиционной медицины. Нельзя сказать так, что я православный, я уповаю только на Бога, и поэтому к врачам не пойду. И завтра этот человек умирает на следующий день. Это, по крайней мере, такие случаи есть, и есть даже случаи выздоровления, когда человек не идет к врачам и говорит, я обращаюсь только к Богу, буду молиться, буду поститься, и только Господь мне поможет. И действительно, Господь иногда может послать помощь такому человеку, но для этого нужно обладать верой очень сильной. Поэтому лучше в поликлинику. Очень часто, да, очень часто мы не знаем, насколько глубока наша вера и какой промысел Божий у нас. Поэтому лучше задействовать все традиционные методы. А скажи, ты вообще в поликлинике давно бывал? То есть, как ты относишься к качеству предлагаемых там услуг? Ну, поликлиники разные бывают. Есть поликлиники, где, так назовем это, сервис на высшем уровне. Есть, причем это могут быть и государственные поликлиники, те, которые финансируются из бюджета, допустим, городского, областного. Есть плохие поликлиники, частные. Поэтому все зависит, наверное, от коллектива, который собрался на том или ином предприятии. Поэтому строго я бы не делил, что все государственные клиники, они однозначно плохие, а все частные клиники, платные, они однозначно хорошие. Вот это было бы неверно. По поводу платных клиник, если у человека, ну и какое-то серьезное заболевание, он понимает, что государственная медицина им не особенно поможет, он идет в платную клинику хорошую, и там действительно очень дорого. Ты как относишься к тому, что люди тратят очень большие деньги для того, чтобы вернуть себе здоровье? Ну, смотря какую цель ставит человек, обращаясь в платную клинику, или желая вернуть себе здоровье, наверное, так будет правильно сказать. Если человек в первую очередь заботится о своем здоровье для того, чтобы не нарушить заповедь Божию, и для того, чтобы сохранить, допустим, мир в семье, мир в своей душе, оберечь своих детей безденежья. Ну, допустим, человек болеет смертельной болезнью, и он понимает, что нигде в государственном учреждении ему не помогут, ему нужно заплатить большие деньги. И думает в первую очередь о детях, да, или о своей жене, о своих родителях, которые в результате останутся без покровителя. То, безусловно, такое обращение оправдано. Если человек облащается в платную клинику для того, чтобы удовлетворить какие-то свои эгоистические желания, ну, например, женщина думает, сделаю-ка я себе пластическую операцию, там что-нибудь увеличу, или что-нибудь уменьшу, или носик посимпатичней, тратит на это большие деньги, родители живут ее впроголодь, там, в какой-нибудь хрущевке однокомнатной, ютятся, о детях она вообще забыла, а с мужем вообще не виделась уже неизвестно сколько, то, безусловно... То, безусловно, в этом случае врачи, они тут сбоку припек, они даже и не помогут. Такое они не помогут. Конечно, это не та ситуация. И я бы такому человеку сказал, ну, не нужно так делать, наверное. Плохой мотив. И пластическая хирургия, но это не совсем все-таки красота, то есть это красота, а не здоровье, но тем не менее, в принципе, у тебя какое отношение? Ну, здесь... Есть деньги, все хорошо с родителями, никакой хрущевки, дети воспитанные, ухоженные, муж рядом. Пластическая хирургия. Опять необходимо обращать внимание на мотив и на ситуацию. Допустим, человек попадает в аварию, ему обезображивает лицо. Есть возможность сделать операцию. Почему бы и нет? Ну, если у меня уши торчат. Вот здесь уже другой момент. Необходимо человеку посмотреть себя и дать ответ на вопрос. Почему его не устраивают его уши или его нос? Потому что над ним смеются. Но я уверен, что это не повод для того, чтобы делать себе пластическую операцию. Можно просто не обращать внимания на это. И люди перестанут смеяться. Человеку не нравится, как у него вздернут носик. Опять же, это называется баловать свое тщеславие. Потому что если идти дальше, то таким же образом, скажем так, хирургии, можно изменять и качество своей души получается. То есть человек, допустим... То есть смысл в чем? Хочу сказать о том, что те физические качества, те душевные качества, которые нам дала природа, которые нам дал Господь, это некий крест, который человек должен пронести до конца своей жизни. То есть это учит человеку смирению определенному. Принимать себя таким, как он есть. Потому что сегодня человек уши себе изменит, завтра его пол не устроит. Он пол свой изменит. Ну и так далее. Список можно продолжать до бесконечности. То есть здесь, наверное, проблема в другом. Видимо, у человека внутри настолько пусто, что он начинает... Заниматься внешностью. Да, заниматься внешностью и пытаться заполнить вот эту внутреннюю пустоту за счет исправления каких-то внешних вещей, которые ему почему-то не нравятся. То есть когда мы с вами говорим о пластической хирургии, мы должны смотреть на ситуацию, смотреть на мотив. И попытаться понять, почему у человека возникает желание сделать пластическую операцию. Вот зачастую, зачастую, если, допустим, мы не берем ситуации аварии, или, допустим, совсем уж такой детективный вариант, да, он шпион, ему нужно срочно изменить свою внешность. Ну, тоже понятно, на благо государства человек работает. Да, но если просто вот хочется, как говорится, хочу себе сделать губки побольше, там, ушки поменьше, носик, чтобы на меня обращали внимание, вот чтобы меня любили, чтобы меня уважали. Это свидетельство того, что зачастую, что у человека внутри пустота. Что у человека внутри пустышка. И он пытается ликвидировать ощущение вот этой внутренней пустоты за счет сглаживания каких-то внешних, вот как ему лично кажется, вот таких шероховатостей. Поэтому... Давай от красоты перейдем все-таки к здоровью. Красота и здоровье вещи, ну, они стоят рядом, но это не совсем одно и то же. Даже самые серьезные болезни можно ликвидировать на самых ранних стадиях развития этой болезни. Но люди у нас вообще не занимаются регулярным обследованием. Убеди меня, как священник православного человека, что я должен этим регулярным обследованием заниматься. Да, ну, действительно такая проблема есть. Мне она знакома не понаслышке, потому что я, наверное, в силу своей такой несовершенства тоже не часто прибегаю к обследованию комплексному. Хотя, безусловно, человек хотя бы раз в год, ну, на мой взгляд, это убеждение мое, да, причем с годами оно зреет все больше и больше, должен проходить стационарно, да, или амбулаторно, ну, общее обследование в каком-то в том или ином медицинском учреждении. Почему? Опять же, тут два момента. Господь дал человеку тело, дал человеку душу. Вот, и поставил человека ответственным, как за тело, так и за душу. Вот точно так же, как мы должны проводить ревизию души своей регулярно, да, смотреть, не появилась ли такая у меня страстичка, а это что за движение души, может быть, от этого избавиться, может, это не есть хорошо, вот, чтобы эта страстичка, пока она еще маленькая, да, не превратилась в огромную страсть всепожирающую. Точно так же человек должен проводить ревизию своего физического состояния, вот, своего телесного здоровья. потому что тело принадлежит не ему, это богом созданный сосуд, и он за тело будет отвечать. Вот, в противном случае, допустим, если человек заболел, да, простыл, воспаление легких, вот, забросил, плюнул на себя, это может привести к смерти, вот это, наверное, можно в каком-то смысле, да, ну, понятно, в переносном смысле расценить как самоубийство. То есть, просто по такому небрежению. Это первый момент. И второй момент, это не только мы, да, здесь живем не только мы, есть еще наши близкие. Вот, если человек не заботится о себе, он хотя бы должен начать заботиться о себе, потому что ему на себя наплевать. Он должен хотя бы заботиться о своих родных, о своих детях, о своей жене, которая в случае его смерти или тяжкой болезни будет тащить всю семью на себе, о своих родителях, ну и так далее. Короче, всех в поликлинику. Всех в поликлинику, да, всем проверяться. Спасибо. В разговорах на «Ты» был священник Дмитрий Бориский со своим отношением к здоровью и врачам. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok